Энергичные и довольные они идут по улицам Пущино, бодро переставляя специальные палки. Получатели услуг социально-реабилитационного отделения КЦСО увлечены скандинавской ходьбой. Ее секретами делится сертифицированный инструктор Ольга Баканова. Это ведь только со стороны кажется, что все совсем просто – купил палки и пошел с ними по улице. Однако, надо инвентарь выбирать, обладая определенными знаниями, и уж тем более владеть техникой хождения. Необходимо приобрести именно палки для скандинавской ходьбы. И мы тех, кто к нам приходит, конечно, мы направляем уже, помогаем им в подборе палок, в покупке даже можем помочь, приобретении палок. И, конечно, мы в своем отделении обучаем технике ходьбы. Это самое основное у нас. Занятия скандинавской ходьбой ведутся в Пущинском комплексном центре социального обслуживания бесплатно. Они проводятся шесть раз в неделю. За год озами такого вида физической активности овладели 25 получателей социальных услуг. При этом они достигли серьезных успехов. Людмила Локтионова посещает социально-реабилитационное отделение центра с сентября 2012 года. Она становилась активной участницей психологических тренингов и занятий по рукоделию. А сейчас ее увлечение – скандинавская ходьба. И с Ольгой Валерьевной, ну это вы знаете чудо, как заниматься, честное слово, то она выдумает нам поход куда-то. И мы идем – одно удовольствие. И про усталость забываешь, и то, что там где-то прихрамывала. Идешь прямо с удовольствием. Это одно. Потом она выдумывает всевозможные веселые игры нам. Ну это вообще чудесно. Конечно, для наших получателей скандинавская ходьба – это прежде всего общение. Потому что мы собираемся большой компанией, веселой. Они у нас все активные, позитивные, жизнерадостные. Теперь они у нас уже все спортивные. И мы ходим, наслаждаемся природой, общением. И получаем при этом очень хороший оздоровительный эффект. Особое удовольствие, как признается Людмила Анатольевна, доставляют поездки в разные города Московской области. Совсем скоро, 25 мая, увлеченных скандинавской ходьбой ожидает настоящий праздник. Наши группы, команды наши очень успешно участвуют и в областных фестивалях. Они проводятся в различных городах. Но мне хотелось бы сегодня отметить, что впереди нас ожидает грандиозное масштабное мероприятие – фестиваль скандинавской ходьбы в городе Серпухове. Он пройдет 25 мая, в ближайшую субботу, и соберет более 2,5 тысячи участников. Фестиваль «Ходи Подмосковья» проводится в рамках реализации проекта Министерства социального развития Московской области «Долголетие в Подмосковье». Скандинавская ходьба – это такой вид физической активности, который доступен даже и в пожилом возрасте. И учитывая, что у нас есть поддержка данного вида физической активности со стороны депутатов Московской областной думы, правительства Московской области, Министерства социального развития, скандинавская ходьба получила очень широкое распространение. Занятия, которые проходят в социально-реабилитационном отделении КЦСО, в том числе и скандинавской ходьбой, вдохновляют получателей услуг и на творчество. С улыбкой на лице приходим мы в отделение. Здесь непременно ждут здоровья и уют. Желает наш народ, чтобы в приходящий год нам выдал лучший лот. Но, конечно, главный эффект занятий скандинавской ходьбой – это оздоровление. Повышается выносливость, нормализуются артериальные давления и уровень сахара в крови, улучшается подвижность суставов. Тех, кто хочет проводить время на пенсии с удовольствием и пользой, ждут в социально-реабилитационном отделении КЦСО. На все вопросы про занятия скандинавской ходьбой горожанам ответят по телефону 7307-81-7354-58. Екатерина Рускова, Иван Хромов, Тимофей Акимов. ТВ «Спущено».